Или вот я тут недавно в газете прочитал, в докладе, что 50% американских математиков это наши с вами бывшие ученые. Я понимаю, что американцы таким образом многие свои проблемы решили. Математика, как известно, проникает во все области нашей жизни и помогает решать эти проблемы. Видно, это хорошие ученые, если они и там учеными остались, а не посудомойками. Я другого не понимаю, почему нас до сих пор принародно не скажут за это большое спасибо тем, кто у нас, хорошим ученым, приличных условиях создать не смог. И долго ли мы еще по своей близорукости не сможем отличать ученого-афериста от хорошего ученого, который может принести настоящую пользу государству, народу своему. По какой-то системе они могут быть между собой равны. Это не есть социальная справедливость. Это глупость, а не справедливость. Уж лучше бы американцы обновили на 50% некоторыми нашими работниками свою швейную промышленность. Они бы тогда быстро про гонку вооружений забыли бы. Походив в пальто зимним утепленным на стекловате. С одной стороны, нас призывают, давайте, мол, сверху призывают, критикуйте, невзирая на лица. С другой стороны, указ какой-то непонятный выходит, что если не такая критика, как надо, то тогда прямо туда. У них там что, план опять не выполняется, что ли? Концы с концами не сходятся. Вот недавно очень высокий человек мне говорил, пожалуйста, все, что считаете необходимым, высмеивайте без всяких ограничений. Ну, нормальные слова, соответствующие понятию гласности. Но, перед тем, как требовать от человека критиковать, невзирая на лица, нужно еще этому человеку гарантии безопасности дать. Тогда он со спокойной душой перестроится. А иначе не перестроится. Слишком долго его пугали. За правду наказывали. У него десятками лет инстинкт самосохранения работал. Как бы выжить, как бы выжить, как бы выжить. Что бы сказать, что бы выжить, что бы сказать, что бы выжить. Он не может мгновенно перестроиться. Без гарантии безопасности опять одноговорильня получится, демагогия. Все сначала и вслед за гласностью очень вскоре опять начнет критиковать только 1913 год. Невзирая на лица. Дескать, какое было плохое царское правительство, что на 70 лет вперед колбасы не заготовило. Вы вдумайтесь, вдумайтесь, мы же не вдумываемся. Вдумайтесь, кому нужна такая критика? Она же ничего не оздоравливает, она только притупляет внимание, значит, в конечном счете приносит вред. Мы на два шага вперед не привыкли считать, мы только про сегодня думаем. Или про вчера. Хотите, бейте меня, хотите, режьте, а я не понимаю, что такое больше демократии. Может быть, кто-нибудь мне объяснит? Это товаров нам надо хороших, побольше. Продуктов. А демократия, она одну особенность имеет, она не колготки. Она количественному измерению не подлежит. Ни на сантиметры, ни на километры. Нельзя ни расширить, ни сузить, ни укоротить, ни удлинить. Она либо есть, как в некоторых других странах, либо, как у нас. Более того, я вам скажу, я даже не понимаю, что такое демократизация. Ведь разница между значениями слов демократии и демократизации такая же, как между каналом и канализацией. Ведь если как следует подумать перед тем, как начать что-то делать, то окажется, что многого делать-то не надо было. Не надо было, наверное, загонять в эмиграцию многих наших талантливых, честных художников. Не надо было, наверное, травить трижды героя соцтруда Андрея Дмитриевича Сахара, который, как теперь оказалось, не является врагом советской власти. А является врагом той власти, которую под советской понимали разного ранга Гришины, Рашидовы, Сусловы, доведшие страну до экономического инфаркта и идеологического инсульта. Не надо было, наверное, принимать решение о вводе ограниченного контингента войск в Афганистан. Интересно, те, кто принимали решение за эти девять с лишним лет, наверное, не послали на эту войну своих детей или внуков. Ограниченный контингент войск ограничил девятнадцатью годами тысячи жизней наших парней, из которых теперь ни один не станет ни Королевым, ни Чкаловым, ни Высоцким. Вечная им память, как вечно вина наша перед ними. Вечная имя, Вечная имя, Вот говорю я вам все и думаю Вы, наверное, тоже об этом думаете Только я это со сцены говорю Говорю и думаю, сколько у нас еще глупостей делается Все взрослыми людьми Отягощенными высшим образованием Ведь народ-то у нас какой замечательный И трудолюбивые мы, когда захотим Надо только сделать, чтобы мы захотели Это, кстати, не так уж сложно И умом вроде не обделены У нас даже пьяницы и те, вон какие выносливые Против них всем миром борются, они все не сдаются Значит, можем мы сделать так Чтобы товары на прилавках были И квартиры у каждой семьи И медицина не только бесплатная, но еще и лечащая Можем, но пока, если честно говорить А сейчас надо хотя бы стараться Честно говорить, у нас есть еще шанс Пока, если честно говорить, не получается Как так? Не понимаю И вот это назвали социальной справедливостью Совершенно не понимаю, что именно это Хотим мы этого или нет В конечном счете катастрофа Более 70 лет наши вахтеры боролись Причем, надо сказать, методами самыми жестокими Такого масштаба кровопролития Человечество не помнит за всю историю своего существования Мы рекордсмены Ни один народ так еще над собой не издевался Над собой, не над другими Жертвы вахтеризма невозможно сосчитать Ибо они плодятся по сей день Взять хотя бы уродскую медицину Не говоря об остальном Боролись С тем, чтобы у нас в стране не было богатых И самое главное, чтобы они хотели Чтобы не было умных Вот такой вот идеал советского человека создать хотели Подстать себе А что же это за стать такая? Давайте уже наконец-то призадумаемся Пока жареный петух окончательно не клюнул А он уже нацелился Несмотря на мудрое руководство Что это за стать? Она ведь невыгодна всем И вахтерам в том числе Они только этого понять никогда не смогут Потому что они вахтеры Они не умеют просчитывать на два шага вперед Вон в Куйбышеве в гостинице Администратор мне сказал Что у них утюг на шестом этаже Тряпочка через которую гладят на третьем Розетку в которую включать на втором Но ничего нельзя переносить Из-за техники пожарной безопасности Так же мы во всем с вами живем Ничего нельзя переносить Обмотались инструкциями Столь по стойке смирно Вахтеризм себе уже высек И каждый из нас это понимает Все от и до И те кто не боится это говорить И те кто боится за свой креслишко держится Ради него он готов продать все Любовь к отечеству К народу своему К ближним своим К внукам своим Ради этого мнимого благополучия Оно мнимое Оно скоро закончится Если так дело дальше пойдет Вахтеризм себя высек Он в Сочи в пункте проката Черным по белому написан Целые надувные матрасы Выдавать только иностранцам А советским гражданам только прокол Плыви Гражданин Советского Союза Они считают что ты не тонешь В Риге на воде Рижского канала Стоит красивый домик лебедей На нем знаете что написано Посторонним вход воспрещен Ну лишь бы запретить Кому взбредет голову Ползти по воде в домик лебедей Или это потому что в гостинице С девушкой можно только до 11 А там когда хочешь Или это для посторонних лебедей написано Или вообще для уток Вот все это отражается В затравленных зрачках Нашего изможденного Уставшего Закомплексованного в страхе человека Абсолютно Ни с какой стороны Социально незащищенного От того Уже и озлобленного Какое униженное состояние В каком достоинстве Тут может идти еще речь И швейцар это видит Видит И безошибочно определяет Наших и не наших Наших и не наших Наших и не наших Мы сейчас на черном рынке Идем к 1,20 что ли Такова наша цена По отношению к нормальному человеку И что тут можно еще сказать И как тут еще можно оправдаться Какую демагогию Нужно сюда подложить Чтобы это все оправдать Какие непогодные условия придумать Глупо Смешно Примитивно Одноклеточно Оправдываться Каяться надо Каяться И швейцар это видит И в предвкушении Очередного трешника Радостно насвистывает Свою любимую песню Здравствуй Страна героев И он прав Потому что выжить В стране с таким количеством Запретов Может только герой А поскольку сами-то мы уже давно идем По пути социализма То и хлеб давно покупаем У американцев За золото Да за сырье А наше золото Помогает им Идти увереннее По пути капитализма И копить Для своих детей Природные ресурсы Это ведь в тринадцатом году В том самом С которым мы так гордо Сравнивали свое благополучие Россия экспортировала Тринадцать миллионов тонн Зерна Что составляло Тридцать процентов Мирового экспорта Да что там приметы Мы с вами такие умные Мы и поговорки Переинатили Раньше как говорили Красивая многовековая Российская поговорка Язык До Киева доведет А сейчас как говорят Длинный язык Доведет до Магадана Чувствуете разницу И хотя нынче По всем приметам Слава тебе Господи Времена решительно изменились Тем не менее Позвольте мне Мое разглагольствование По этому поводу закончить Потому что даже В эпоху гласности Лично мне Больше нравится Киев Но с другой стороны Как же нам не ругаться Когда у нас Не только культуры Не хватает Которую мы Вытравляли из себя Многие десятки лет Самым безбожным образом У нас еще знаете Что не хватает Зла Зла не хватает Глядя на нашу жизнь Это ведь на западе Рабочий берет заготовку Нажимает на кнопку Выходит деталь А сейчас все у нас Такого качества Что наш рабочий Берет не заготовку Он берет Фиговину Заталдыкивает ее В ерундовину И выходит Хреновина А что может еще Получиться При таком подходе Поэтому не то Плохо что ругаемся Друзья мои Плохо что злыми стали А как же с другой стороны Не злиться Когда быт Окончательно уже заел На улицах грязь В транспорт Не влезешь Уже не только Книжку почитать Жену поцеловать Желание не возникает Не при женщинах Будет сказано Вот товарищ знаменит Как же нам не ругаться Когда начальство говорит Одно делается Совсем другое Когда бумажку подписать Проблема В больницу лечь проблема Страшно-то как Повесится и то проблема Потому что веревку Намылить надо С другой стороны Вы знаете Душой никак Не могу смириться С тем Что мы друг друга На каждом шагу унижаем Это все обратно Обратно к нам Возвращается И по физическому закону И по духовному Которую мы тоже Растоптали Вмяли в грязь Ортодоксально Самоуверенно Не проявляется Благородство человека Без духовности Совсем другое проявляется И мы это уже чувствуем Злыми нас сделала жизнь И когда я вижу Как на улице Молодая мамаша Говорит своему Хнычущему ребенку Да замолчишь ты Гадину Я понимаю Что нищего Нищего просто Этому малышу Вырасти доброго Он лежит в коляске Улыбается Чистой детской улыбкой Я думаю Мальчик Как хорошо ты улыбаешься Постарайся Сохранить эту способность Как можно дольше Это отличительная черта человека От прочих других Существ на свете Которых нам так Стало не хватать Улыбайся Мальчик Потому что чему-чему По словам Которые нельзя произносить При женщинах Ты еще к сожалению Научишься Ты вон лучше сюда посмотри Ты не отворачивайся Все фотографируются На фоне памятника Какому-то йоты А я На фоне местной лавки Кому этот йоты нужен У меня тут Смотри за спиной 35 сортов мяса И 49 колбасы Я хочу Чтоб люди видели Что я это видел Я прав оказался Было бы я с этим йоты снят Никто б не посмотрел Хоть бы этот йот И меня и обнял бы Эту фотографию Все посмотреть просят По пятому разу Когда проголодаются Ты что спрашаешь Что с голбаса Оооо Ай-ооо У людей живой интерес К фотографии Федя Ты чё Ооо Федя Я ж не для этого Ну не плачь Не плачь Доставь Но все равно будет Давай выпьем Чтоб перестройка победила Ты знаешь Они там на западе В нашу перестройку Верят И мы должны У нас другого выхода нету Федя Надо выпить Но не может же быть Чтоб Ещё раз народ Обманули Может быть и вправду Дело в том Что всем Всем Человекообразным Создать нормальные Человеческие условия И не на бумаге И не в отчётах А на самом деле И тогда действительно Можно будет открыть Все границы И вдруг Станет явью Тот самый лозунг Который мы пишем наверху На всех газетах Пролетарии всех стран Соединяйтесь А какое распространение Получили недавно Амнистированные А точнее Реабилитированные Слова Эротика и секс У нас это называется Или аморалка и похабщина Или пошлость Или эротика и секс Причём даже Милиционеры Которые вроде бы должны следить За репертуаром Видеосалонов Не очень понимают Чем они отличаются Эротика от секса Они считают Что с точки зрения Нашего уголовного кодекса Секс это злоумышленная эротика С отягчающими обстоятельствами Другие наоборот Что эротика Это то во что превращается Секс При плохом питании Плохой физической подготовке Вы не поверите Недавно В одном московском клубе Вечер такой был Юмор и секс Представляете До чего мы дожили Много было на этом вечере Смешного Забавного Много поучительного Но самое интересное Знаете что Что никто не умер От того Что на эту тему Стало возможно Свободно говорить Напротив Многие Получили Удовольствие Да 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 Это мы еще только учимся Получать удовольствие От жизни А говорят Говорят Что жизнь Очень приятная Штука А не мучение Мы учимся Как я уже заметил Смеяться над собой Не цепенеть При виде импортной косметики Или эротики Тем более что Эта эротика Часто рядом с нами Мы ее просто В нашей уголовно-производственной Отечественной одежде Рассмотреть не можем Это ведь только у нас Так было Многие годы Или ты хороший Производственник Или жизнелюб Или ты советский Или любящий джаз Но товарищи Можно чтобы было И то И другое Честное слово Уже можно Чего только с нашим народом Не делали Одного В нас никакими силами Истребить не могли Чувство юмора Вы замечали Чем хуже жизнь Тем больше у нас анекдотов Анекдоты наши Это народный фольклор Все это время К ним Официальное отношение Было небрежительным Потому что В них была всегда Сермяга В них народ Выражал свой протест Даже в самые страшные Годы жизни Наказывали Сажали А анекдоты Рождались и рождались В чем тут дело Юмор это герой Переоценить его Трудно Все виды искусства Сдались Кроме Вот этого Вида народного Фольклора Его надо Систематизировать Его надо Оценить По-настоящему Низко ему Поклониться Что землю Всю крестьяна Рабочим Возвращен Лечить В больницах Станут А не наоборот И в магазинах Снова Все будет Круглый год То я даю вам Слово Тогда Народ Поймет Круглый год Круглый год Круглый год Круглый год